Шанти-шанти-рав и брелок для переноски бутылок на карабине. Я даже усымать не вижу смысла. Карабинщик, конечно, китайский. Конечно, так себе. Но свою функцию он выполняет. Фиксируется он за счёт того, что там внутри есть неонка, то есть пружинка. Да, там, по-моему, кусочек стали под напряжением. Да, кусочек стали под напряжением. Вот так вот торчит, если я правильно понимаю, и разгибает её обратно с достаточной силой. Всё тоненькое, в принципе, можно и согнуть, но так, по первому ощущению, в руках не гнётся. Страпа обычная, крепёж тоже алюминиевый, очень приятного сине-фиолетового, фиолетового практически, наверное, даже более цвета. Ну и, соответственно, как оно крепится, мы берём бутылку, чпоки, и мы закрепили. Соответственно, я ещё расскажу. В бутылках носить воду на регулярность, ту идею, так себе, есть вопросы и по пластику, и пластик бывает разный, и не всякий из этих пластиков годится для этого. И водить оно быстро начинает, ну и вообще. Но раз уж мы взяли, это вот хорошее решение. Суть в том, как оно тяжело туда вставлялось, здесь вопросов по выдержанному весу вообще никаких. Оно, видите, как работает, давит на основание бутылки здесь, на этот ребро жёсткости стопор бутылки здесь. И как-то там, короче, не оторвёшь. Вот. Но снимается при этом, при нормальном применении, оно относительно легко. Потому что реально функциональный брелок. Вот. Купил какую-нибудь газировочку, квасик оцепанул на рюкзачок. В принципе, нормально. Я опять же люблю носить больше в рюкзаках. По-моему, всё это извращение. Носить снаружи рюкзак, вбултыхающиеся разные такие штукенцы. Но применение может найти. Я ещё могу предположить, что, может быть, в байдарке засыпить за каркас байдарки через какую-нибудь стропу и привязать бутылочку, чтобы она не улетела. Ну, может быть. Но это натянуто уже. Продолжение следует...